О биатлоне белорусском, российском, мировом поговорим с Александром Тихоновым. Четырехкратный олимпийский чемпион у нас сегодня в гостях. Александр Иванович, добрый вечер. Как вам чемпионат Европы в Раубичах? Вечер добрый. Ну, во-первых, Раубичи для меня родное место. Я здесь тренировался всю свою юность, молодость до завершения спортивной карьеры. Я назвал это подвигом, то, что Беларусь взяла на себя проведение чемпионата Европы в таких сложнейших климатических условиях. Обратите внимание, ни одна из стран Европы, все биатлонные державы, никто не поднял руку. Давайте проведем. И я скажу так, Беларусь справилась с честью и достоинством. Я не сомневаюсь, что Раубичи получат и Кубок мира, и чемпионат мира. Готовы к этому Раубичи, наш легендарный спорткомплект, чтобы замахнуться на такой большой турнир? Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы произошла реконструкция, трибун, нюансы. Это мелочи, о которых сегодня не стоит заострять внимание. Я скажу, трассы соответствуют всем уровням. Я скажу, все оргвопросы решены. Результат сборной Беларуси, за которую, не сомневаюсь, и вы тоже болели, и приятно нас удивил всех. Я житель города Минска, Беларуси, да. Я бы еще раз хотел поздравить Бочарникова, сегодня Кручинкину. Мало кто ожидал вообще таких результатов. Три золотые и одна бронзовая медаль. Тут мне один товарищ поздравил с бронзой. Он говорит, ну, бронза. Я говорю, вы запомните, все памятники самым великим людям отливаются из бронзы. И сейчас главная проблема белорусского биатлона, в чем она? Почему у нас после эпохи Домрачевой не появилось никого, хотя бы чуть-чуть похожего на нее? Не родился на сегодняшний день вот тот лидер, понимаете? Дай бог, что вот та же Кручинкина, вот, я боюсь всегда мы суеверные называть. Очень неплохие молодые два парня из белорусской команде. Единственное, летняя подготовка должна быть очень грамотной. Самое главное сегодня – это реконструировать Раубичи, получить как минимум Кубок Мира. Вот, скоро будет Конгресс, в сентябре месяце. Нужно подготовить профессиональную команду. Будет решаться вопрос о проведении чемпионата, месте проведения чемпионата мира 24-го года и 25-го. Вот один из этих годов Белаусь обязана получить просто. Тогда это будет другой совершенно всплеск. Вы с позиции ваших титулов и вашего опыта можете рассуждать, наверное, о любой биатлонной стране. И у меня такой вопрос к вам. То, что сейчас происходит с одним из лидеров Кубка Мира, Александром Логиновым. Как вы относитесь к этой ситуации? Я про скандал, который был на чемпионате мира. И, может, вы нам расскажете что-то такое эксклюзивное, интересное, то, о чем пока никто не пишет. Могу, могу. Я скажу. Что случилось в Италии, я был свидетелем разговора. Когда она финка, ее бывшая фамилия Хакарайнина, сейчас замужем за австрийцем, вот, ее изгнали из ФИСа, это где лыжные гонки, горные лыжи и все прочее, понятие. За то же самое, за самоуправство, вот. И Далин, президент сегодняшней Международной Федерации биатлона, выражусь, притащил ее в биатлон. Зачем, непонятно. И это была ее идея, и ничья другая, написать в полицию заявление, проверить, значит, Александра Логинова и Александра Каспировича. Я, в 6 утра проверили, я в 11 был, сидел в ВИПе, вот, значит, где сидели и Варлихатан, это члены сполкома по информатике, и первый вице-президент Юрий Хамза, чех, вот. И Далин сидел, президент, они его уговаривали собрать исполком, так как на чемпионате мира присутствуют все члены исполкома, и сделать пресс-релиз. Что она не согласовала ни с президентом, ни с членами исполкома, это было явное самоуправство. Понимаете, полиция получила сигнал. Здесь их обвинять сложно, надо будет подумать, давать ли следующий кубок мира итальянцам. Вот за такое, смотрите лучше свои обыски полиции, тут надо ставить вопрос ребром, и я не сомневаюсь, что мы сейчас посоветуемся и будем подавать в суд на Международную Федерацию Биатлона. Это их вина в первую очередь. Они должны контролировать. Шикарный праздник был, понимаете. Победы Доротеи, Вирер дома, итальянки. Все здорово. И вот ложка дегтя такая, которая испортила все буквально. Вот как хорошо, что на этом чемпионате Европы, по-моему, кроме улыбок, радостей, ничего не было. У Беларуси надо учиться проведению соревнований. Заканчивается чемпионат Европы, никто не хочет уезжать. Понимаете? И все говорят, давайте чемпионат мира проведем снова здесь. Вот это отношение, это организация, понимаете? Спасибо большое, Александр Ильич, что нашли время к нам прийти в воскресенье вечером. Я пожелаю удачи вам и пожелаю удачи нашему биатлону, чтобы наши спортсмены как можно больше нас приятно удивляли.